Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почему мужчина агрессивен груб, женщины, которые хочут сексуально? Общаемся год с мужчиной, отношения у нас нет серьезный характер. Встречаемся и проводим вместе время. В последний месяц эта мужчина начала пролять активность, он стал чаще писать и звонить, спрашивать, как дела и чем занималась. И вот вчера звонит опять, грубоватый, немного с агрессией. Такого не было ни разу у человека, он сдержанный, спокойный, рассудительный. Я ему сказала, почему так груб, он вроде стал общаться нормально, а потом говорит, что у него нет настроения и все плохо. Я спросил, что случилось, я говорю, что у него болит все тело, я спрашиваю, чего. Хотел, знал, занимался или болел. Но он отвечает, что от того, что хочет меня. Я сказал, это сексуально. Я предложил ему встретиться на днях, он сказал, что не денег приехать, ему задержали СПС, я решил поднять ему настроение и пощутил, и он рассмеялся от души. В общем, немного пообщались, потом мне ему написал на следующий день, и то ли в ЧС кинул, то ли телефон отключил. Я не знаю, решил успокоиться и не накручиваться до раньше времени. Вопрос такой, почему он груб со мной и агрессивен? Я так понимаю, лучше сейчас его оставить в покое. И правильно ли я понимаю, что мне не стоит его поведение принимать на свой счет? Ну, конечно же, не стоит его поведение принимать на свой счет. Это правда. Не стоит. С другой стороны, если вы уже это сделали, то есть, если вы уже приняли на свой счет что-то, вот, то, как бы, так легко отказаться от этого, наверное, не получится. Вот, потому что, ну, если вас, там, задело что-то, например, если вам было неприятно что-то, например, то какие-то чувства по этому моменту у вас есть, и я думаю, что было бы честно их, как минимум, обсудить. Да. Вот. Это первое, что хотел бы сказать. Второе, что я хотел бы сказать, это, пожалуй, то, что вот сдержанность, она как-то предполагает что-то вроде контроля, а неиздержанность, то есть, некое влечение, предполагает отсутствие контроля. И то, что вы описываете, по крайней мере, для меня выглядит, как страх человека перед такой вот потерей контроля для себя. Вот. То есть страх потерять контроль, вот, страх оказаться в какой-то непривычной уязвимой для себя позиции возможно. Вот. И как следствие как следствие этого страх перед некоторыми возможными последствиями, которые могут быть и которые наверное не являются желанными для человека. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот, к сожалению, вы торкнулись именно с этим. Явно не горит желанием человека. раскрываться вам, ну, это явно человек переживает все от того, что ему задержали заработную плату, вот, что, в принципе, ну, нормально, логично, да, может быть, сам хотел приехать к вам и так далее. Вот. Ну, конечно, подобное поведение, даже если оно как-то как-то и не нацелено на вас, да, конечно, подобное поведение, оно чревато в любом случае. То есть, оно в любом случае чревато вот именно тем, что человек может быть вот нестабильным в контексте своего поведения. То есть, можно не знать о том, что он, ну, что он будет делать, да, можно не знать о том, каким он будет, можно не знать о том, как он будет себя вести, да, что он будет делать, что он будет, как он будет действовать и так далее. Вот. И это может быть проблемой. Вот. Проблемой довольно, довольно, ну, довольно серьезной проблемой-то может быть. Вот. Поэтому само собой, что он может вернуться, вот, и, скорее всего, он вернется, вернется. Вот. Ну, другой вопрос заключается в том, что хотите ли вы выстраивать вот такие отношения, да, да, вот, такие отношения, где есть вот такие элементы, скажем так. Это уже вам, конечно же, решать. Вот. ну, да, на свой счет принимать это совершенно точно не нужно, потому что к вам это вообще, что называется, не относится. Вот. кроме, 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 пожалуй, только, вот, возможного, кроме, пожалуй, только возможного вектора вашего общения. То есть, вот, устраивает для человека то, что ваше общение является, как вы говорите сами, да, несерьезно. Вот. Вот этот момент, на мой взгляд, интересен. Потому что, ну, может быть, вот, в какой-то момент, а за год, это вполне могло произойти. Несколько изменилось, может быть, а, а, его и ваше представление о том, что такое серьезные отношения, а, вот, как каждый их понимает, серьезные отношения, я имею в виду. Вот. А, вот это только может, только, может, только, может быть, может быть, может как-то измениться. Вот. еще я бы сказал, что вопрос вызывает, на мой взгляд, вызывает вопрос, то, что вы спросили, почему так груб, то есть, это опять же, выглядело, вот, как претензия, В какой-то степени, да, это выглядело, как претензия. Вот. То есть, лучше бы, конечно, было бы, если бы вы высказывали не как, претензию, то, что, ну, то, что чувствуется, не в форме претензии, да, в другой форме, вот. В форме того же, что, например, вам неприятно, да, и так далее. То есть, лучше бы выглядело так. На мой взгляд, на мой взгляд. Тут, конечно, решать вам исключительно, вот. Совершенно, совершенно точно, что решать вам, вот. Ну, просто вот, я тут, в данном случае, вот, говорю о своем мнении. Вот. Как-то, как-то так. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам было, было полезно и интересно, надеюсь, что было полезно и интересно на мой ответ. Я буду вам благодарен за обратную связь по нему. Вот. По моему ответу, да, позволит вам сформулировать для себя базовые посылаты для психотерапии, вот, формулировать для себя основные моменты, которые вы, например, хотели бы, хотели бы проработать, хотели бы произвести для себя, хотели бы изменить, вот. всего вам самого доброго, удачи. и